Веспа Не знаю с чего начать, поэтому для начала поздороваюсь. Здравствуйте, дорогие туристы и милитаристы, здравствуйте, товарищи, здравствуйте, друзья. Веспа от Золотого Сечения. Дизайнер, всем известный, по крайней мере, в нашей тусовке Архадыр, Салех Султан Заде. Тот самый человек, который изобрел действующий логотип клуба Архадыр Клаб. Где я только этот логотип сейчас не встречал. Салех, спасибо тебе большое еще раз. Ну, давайте сперва, конечно же, по ТТХ. 170 мм, общая длина ножа, длина клинка 85 мм, ширина клинка 33 мм, толщина по обуху 3 мм. Обработка клинка очень красивый, фирменный сатин, очень красивый. Вес 98 грамм, сталь Беллер Н690, 59,60 единиц по шкале Роквала, заявленная твердость. Рукоять G10 и латунь, фулл танк, зацените, Веспа, Ферст Ран Н690. Здесь еще можно было написать Special for Архадыр Golden Heats 92000. Вот так вот. И сюда что-нибудь еще так. Но очень-очень солидно, конечно, выглядит. Ножны кожа. Классный нож. Нож, когда я, честно говоря, я его немножко подглядел на фотографии, и здесь, кстати, еще вставочки красивые. Веспа, кстати говоря, переводится как ОСА, она же здесь у нас присутствует на клинке, и черная G10 с желтыми вставками тоже символизирует ОСУ. Почему ОСА? Потому что у нее осиная талия. Вот так вот. Но у нас Салех романтик, поэтому он здесь все это и нагородил, как говорится. Очень романтично, но красиво. Так вот, когда я посмотрел нож на фотографии, я подумал, блин, ну, очередная вариация турецко-канадского такого, не с мукой, да, очередная вариация такого канадца в исполнении нашего замечательного турка. Это, кстати, не обзывательство, это одно из прозвищ товарища Султан Заде. Так вот, и когда я этот нож достал из коробки буквально на ваших глазах, я подумал, ну, какая же прелесть. Здесь реально и DC-шность просто зашкаливает. У нас клинок с высокими спусками, широкий, лепестковидный, скажем так, клинок, который вам порежет, нарежет все, что угодно. И рукоять невероятно удобная. Рукоять полностью прячется в руку. Здесь нет желания каких-то экзерсисов там по батонингу, по ковырянингу, по кокосингу, еще по какой-то хрени. Этим ножом хочется резать, резать, резать и время от времени намазывать что-нибудь вкусное на что-нибудь отрезанное, потому что здесь все к этому располагает. На самом деле нож невероятно танцующий в руках. Вот эта вот малюсенькая, милипусенькая рукояточка, она реально очень-очень классная. Ей именно, понимаете, здесь момент какой. У нас стандартные хваты. Вот, будем считать молоточный. Малоточный хват на всех канадцеподобных ножах. Здесь, Салех, ты меня не убедишь, что это не так. Почему? Потому что для меня канадец это именно лепесток и переход спины вниз, вот этот вот летящий альбатрос, он здесь присутствует. То есть обух поднимается наверх, опускается вниз, вот здесь вот нижняя точка и дальше спинка поднимается. Так или иначе, я все равно этот нож воспринимаю как нож канадского типа. Тем более в исполнении золотого сечения, которые на канадцах просто собаку съели. Я прошу прощения за то, что я заговариваюсь и, возможно, за легкий тремор в руках. Это все кофеин после треньки. Побегал сегодня так нормально. Так вот, стандартный молоточный хват. В любом случае у любого канадца будет крутить рукоять. Чудес не бывает, здесь сама по себе геометрия такая. При этом вы совершенно спокойно построгаете, если вам совсем уж припрет. В любом случае вы им построгаете. При этом вот вам, пожалуйста, кухонный. Вот вам, пожалуйста, отверточный. Вот вам, пожалуйста, диагональный. Всякие разные варианты вы можете хоть двумя пальцами нарезать, вскрывать как удобно, клинком к себе брать и так далее. То есть нож, он реально летает. Он вот как вот оса, злая, жалящая, но очень-очень ловко, он буквально порхает. То есть в этом плане рукоять здесь просто дивно именно отрисована. Здесь дело даже не в том, что она сделана правильно. Здесь именно дело в том, что она нужной толщины, и несмотря на свои очень-очень скромные размеры, она невероятно ловкая. Она действительно очень-очень удачна. Перехваты все вот эти вот, они идут. То есть, повторюсь, и диссишность ножа просто зашкаливает. Очень все красиво сделано с точки зрения именно качества, с точки зрения слесарки. И клиночек с небольшой дулькой, очень аккуратным сатином. Я говорю, эти спуски это просто песня будет. В принципе, нож вышел очень дизайновым. Нож вышел очень-очень таким харизматичным, душевнейшим. Давайте-ка ложечку дегтя во всю эту бочку меда. Дело в том, что галетные ножны, они сами по себе... Ну, начнем с того, что... Почему я особо не фанат галетных ножен? Вот я, например, был вообще-вообще не за, когда мы, помните, рисовали клубник Мелитис. Когда Витя предложил такого вот плана ножны. Во-первых, они громоздкие. То есть, они прикольно здесь пошиты. Здесь хорошая кожа, здесь все здорово. На мой взгляд, первый недостаток галетных ножен заключается в том, что они требуют ремень. По нынешним временам не везде и не всегда ты носишь ремень. Второй момент. Они требуют довольно объемной талии. Потому что, если взять, например, талию меня или Вальдемарыча, или Салех Безобид, самого автора ножа, то вот эти вот, я не знаю, сколько здесь, это пятнашка, может быть, сантиметров 15-12, их довольно просто расположить. Опять же, здесь, видите, ножны идут вот таким вот образом, что нож вырез с этой стороны. Следовательно, я могу предположить, что это у нас лицевая сторона. Получается, вставляем. Так как я правша, я ношу, если на правом боку, то рукоятью вперед, под обратный хват. Ну, так себе решение. Если я ношу их спереди, то у меня под левую руку, под обычный хват получается. Правильно? Располагать как-то вниз, клинком вниз именно, ну, вообще не то, почему. Потому что, несмотря на то, что нож довольно плотно сидит, еще не хватало, чтобы он как-то вылез. Получается, при такой посадке ножа, самое правильное его расположение, лично для меня, для правши человека с немаленькой талией, это сзади на пояснице. То есть, получается, во-первых, они довольно громоздкие по сравнению с обычными ножнами. Представьте, вот просто лепесток, вот ножны, которые, как обычно, делают золотое сечение. Вспомните ножны на беличьей, например. То есть, здесь именно то, о чем я говорю. Если вот так вот срезать и просто поставить, неважно, пистолетную клипсу, ультиклип, или обычный фиксированный подвес, ножны будут гораздо меньше места занимать в пространстве. Опять же, такие небольшие ножи, лично я предпочитаю просто носить в кармане. Я никогда их не ставлю на ремень. Почему? Потому что, ну, потому что гладиолус. Потому что я действительно, ну, я сейчас высказываю исключительно свое мнение. Вот личное мнение, конкретно, это не претензии, ничего. Я считаю, что для этого замечательного ножа, с учетом опыта золотого сечения, вот я только что показывал победу, у них есть действительно классный поставщик ножен. Я считаю, что сделать, не городить вот этот вот колхоз, сделать обычные ножны, это его и носить удобнее будет, его носить удобнее будет просто на поясе, и его носить удобно будет просто в кармане, то есть как угодно, как угодно. Здесь в карман, конечно, такую конструкцию я могу положить, но, скорее всего, этого делать не буду. Вообще, если мы берем под правую руку, вот так вот у нас идет ремень, и надеваем таким вот образом, то у нас получается, что при извлечении клинок всегда будет цеплять вот эту вот часть. Вот видите, я взял и порезал ножны, хорошую вещь взял и испортил. То есть в любом случае, вот эта часть, она лицевая. И в данном случае, если вы носите, если вы носите их на боку или ближе к пузу, то эти ножны пошиты под левшу. Если вы носите их на пояснице, то эти ножны пошиты под правшу. Вы понимаете, сколько сложностей? Потому что, если вы, например, захотите себе этот нож заказать, исходя только вот по интернету, по картинке и посмотрев мой обзор, вы должны заранее на своем тельце найти место, где правильно и комфортно будут носить эти ножны. И это будет довольно именно вот заданная данность, от которой просто не убежать. Потому что мне могут сказать, ты можешь носить в кармане и с такими ножнами, а я отвечу, я могу в кармане и лэптоп носить. Но дело не в этом, дело в том, насколько это будет удобно, насколько это будет практично. Здесь я понимаю замысел Салеха. Он хотел как лучше. Он хотел очень красиво, чтобы было необычно, чтобы было именно вот так вот. То есть, я замысел понимаю. Я его не поддерживаю с точки зрения практического, практической его точки зрения, просто вот ну никак. Почему? Потому что, будучи знаком со всеми ножнами золотого сечения, гораздо есть удобнее варианты. Гораздо проще. Это именно вот слегка нагородили огород. Плюс, если мне нож нравится, я хочу его носить и с шортами, и с трениками, и так далее, и так далее. Здесь же у нас обязателен ремень, и если он у меня где-то на пояснице, и мне нужно срочно нож скинуть, просто я иду в какое-то место, где нельзя, скажем так, и мне нужно оставить его в машине, это мне нужно практически полностью ремень снять, чтобы его достать. То есть, при всей красоте и оригинальности, и при всем, при том, что это очень красиво выглядит именно в симбиозе, практически, практического смысла я здесь очень мало вижу. Гораздо проще, гораздо лучше сделать обычные ножны и не париться. Так, нормальную я такую поварешку дегтя вылил, и теперь, скажем, в завершении своего спича скажу, что вопрос ножен, это именно вопрос удобства, вопрос такого вот функционала, вопрос поюза. Во всем, в остальном, нож получился просто прекрасный. Салех, поздравляю тебя с абсолютно, на мой взгляд, удачной моделью, очень классно, и здесь именно вот, если опять же возвращаться идейно мыслью к канадцам, то здесь вот эта вот маленькая рукоять, она очень-очень компенсирует то, что обычно у канадцев такая, ну, она не маленькая именно, и получается, что ты чуть-чуть, ну, нож даже с небольшим клинком, он выходит за рамки EDC чисторазмерно. Здесь клинок по городским меркам очень нормальный, 85 миллиметров, при этом всего 17 сантиметров сам по себе нож. Очень классно на самом деле получилось, резать им не нарезаться. Спасибо за просмотр, всего доброго, ребят, увидимся. Продолжение следует...